Около недели назад любимый кондитер российских знаменитостей попал в неприятный скандал, бывшая подруга Рината Акзамова обвинила его в измене жене. По словам Натальи Джурила, мужчина не был счастлив в семейных отношениях, обещая однажды воссоединиться с любовницей. Все изменилось, когда женщина забеременела. Он очень нервничал. Говорил, что в этот момент хотел меня убить. Он начал давить на меня, звонить, писать сообщения, давить на женское, говорил мне о том, что у меня из-за болезни будет ребенок с синдромом Дауна, что ребенок может умереть, что я могу умереть, признавалась Джурила. Позже случилась трагедия, она потеряла ребенка. От страсти до аборта, за что король тортов Ринат Акзамов посадил в тюрьму любовницу сейчас Наталья, обвиняемая кулинаром в вымогательстве денег и клевете, находится в СИЗО, сам же Акзамов уверяет, что история об их романе и выкидыша — ложь. Уже медиками установлено, что она не была беременна, а информация о том, что я ее ударил в живот и у нее случился выкидыш клевета. Я не понимаю, зачем ей потребовалось поднимать всю эту шумиху в СМИ, тем более это дело длится уже давно. Думаю, что они обратились к журналистам, дабы расплатиться за услуги с адвокатом. Он у них молодой человек, решил, как сейчас говорят, хайпануть на этом деле, статус себе заработать. А я больше не хочу, чтоб ни он, ни Наталья, ни ее подельники наживались на мне. Пока идет следствие, не могу всю информацию разглашать, но думаю, что оно все расставит на свои места, считает кондитер. Ренат также рассказал, что Джурила долгое время угрожала не только ему, но и его семье, в результате чего ему пришлось отправить родных за границу. Наталья действовала в сговоре с другими людьми, мою семью терроризировали. Мне, моей жене регулярно поступали угрозы. До этого Наташа обращалась ко мне с просьбой о помощи, она просила дать ей деньги на лечение. Я помог, все-таки мы когда-то были близки. А потом началось вымогательство и угрозы. Мне даже пришлось жену и сына отправить за границу. Поэтому я обратился в полицию, передал им все аудиозаписи разговоров и смс, которые она мне писала. Сейчас она находится в СИЗО, и я уверен, что ситуация решится в рамках правового поля, поделился Кулинар. Наталья не отрицает, что угрожала Акзамову. Адвокат женщины Александра Куджава сообщил, что его подзащитную обвиняют по статье вымогательства. Поскольку Джурила прибывает в СИЗО, она не может получить нужную ей медицинскую помощь. 35-летняя экс-любовница Акзамова страдает от тяжелой формы аллергии. Заболеет, дадут аспирин или анальгин. Но от этого у нее будет анафилактический шок, рассказал представитель Натальи. От перенесенных стрессов мать Джурила Анна Викторовна попала в больницу. Семья сильно переживает за нее. Акзамова считает, что вся ситуация еще может разрешиться. Мужчина и женщина, у которых были длительные отношения, неправильно друг друга поняли. Это недоразумение, которое, я надеюсь, разрешится, и Наталью отпустит, сообщил он журналистам собеседника.